ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они по-другому не умеют, это для них, рассказать, какой молодец там мэр или губернатор, дело чести даже элементарно. Да нет, я не соглашусь. Эх, наверное, я тогда ошибался, потому что меньше, чем через час после эфира про каменского чиновника, что за счет налогоплательщиков отдел создал целые строчащие на них же, на своих кормильцев доносы, нам прилетела ответочка, некое информационное агентство под названием «Время пресс», что даже и как СМИ не зарегистрировано. Так вот, эта шарашкина контора выдала целую простыню, больше похожую на бред сумасшедшего в период весеннего обострения. Кстати, вот она. Тьфу на тебя. А вслед за ней последовали и другие изрыгания придворных пропагандонов. И спасибо им. Если бы они с дурую не начали бы выслуживаться перед хозяевами своими, то мы бы благополучно уже закрыли эту тему. И справок бы даже не стали наводить. И никогда, никогда мы, да и вы, наши зрители, никогда не узнали бы истинную причину, по которой в Каменске после нашего эфира все забегали, словно тараканы от тапка. А причина это банально. За деле мы оказывается УПГ. Да не простое, а золотое, вернее, очень даже денежное. И с погонами на плечах. Прямо сейчас вы узнаете, как устроена вертикаль власти российской, живущей по принципу «Толкни ближнего, утопи фекалиях Нижнего». Это программа «Что произошло? Больше трэша, больше ада». Поехали! Раз, раз, раз. Шоуракс, шоуракс, шоуракс. Это бывший прокурор города Игорь Муравьев. Именно он подобрал молодого, многообещающего, амбициозного юриста в уральской глубинке и дал ему путевку в жизнь. Сделал своим первым заместителем. А потом он пожалел об этом. Но это потом. А ведь начиналось все словно в сериалах про честных и порядочных следователей, что транслирует по госканалам. Когда мы работали совместно, каких-либо жалоб, которые бы позволили усомниться в его честности, порядочности, то есть жалоб коррупционного характера, значит, в отношении Владимира Сергеевича Шоуракса не поступало. Но вот незадача. В то же время в горы пошла и карьера у начальника Каменской городской, тогда еще милиции, Михаила Иванова. Ныне уже уволенного из МВД в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. И это официальная формулировка, а бывшие сотрудники полиции расшифровали ее. Оказывается, в 2011 году в результате одной из спецопераций под руководством Иванова стражи порядка изъяли у наркокурьеров 6 килограммов чистейшего героина, а в хранилище визждоков сдали только 4. А куда ж делись еще два? Так об этом только сам Иванов и знает. И оказывается, такое в те годы в Каменске происходило едва ли не ежедневно. Иванов смекнул, что один он в поле не воин, и что нужна крыша прокурорская. Так вот, Шауракс как раз и помог. И неожиданно они стали друзьями, ну прям не разлей вода. Даже на охоту стали ездить вместе. Шауракс помогал Иванову крышевать игровые клубы. Каждый клуб платил им в 2011 году аж по 250 тысяч рублей в месяц. А дань собирать удел мальчиков из разряда «Подай, принеси». Одним из таковых был нынешний заместитель главы Каменского района, а в то время оперуполномоченный Андрей Баранов. Шауракс быстро купил себе новую квартиру, несколько дорогих иномарок. Он на широкую ногу отдыхал со всей своей большой семьей. Вместе с коррумпированным полицейским Ивановым открыл он фирму под названием «Синарские трубы». А директором стала жена младшего брата Шауракса. Сам же младший брат, по словам местных, вымогал у коммерсантов и барых деньги, прикрываясь братом-прокурором. Он без стеснения приобрел себе элитную квартиру. Впрочем, все это просочилось в интернет и стало достоянием общественности. Весь город Каменск-Уральский всколыхнула информация, размещенная в сети интернет. А именно на сайте «Заложи коррупционера», где звучал целый ряд фамилий городских руководителей, руководителей полиции, прокуратуры. И прочих органов. Звучала там и фамилия Шауракса. Значит, применительно к целому ряду, скажем так, коррупционных дел. По данному факту, как это обычно бывало и бывает, прокуратурой Свердловской области была назначена проверка. Но, как ни странно, проверка эта только спровоцировала резкий взлет карьеры молодого юриста. Ну вот, я не знаю, как кому. Честно говоря, меня шокировала, значит, тоже позиция руководства города. Она высказана точно так же в интернете. Вот как прокомментировал принятие своего управленческого решения глава города Михаил Истахов. По прежнему месту работы Владимир Сергеевич характеризуется положительно. И как руководитель, и как человек. Прежде чем принять решение, я дважды встречался с руководителями областной прокуратуры. В июле состоялся обстоятельный разговор с заместителем областного прокурора Сергеем Филипенко. В том числе о деловых качествах Владимира Шауракса. Поводов для того, чтобы оценке его прежних руководителей не доверять, у меня нет. Ну, в принципе, вот после этого, в 2011 году, Владимир Сергеевич Шауракс был принят на должность руководителя управления городского хозяйства. И, скажем так, сменил сферу деятельности, оказался в рядах администрации. Нынешний мэр Каменск Алексей Шмыков в то время был заместителем главы города. Как раз тогда, в 2011-м, его и заподозрили в хищении денег, выделяемых на ЖКХ. И в прокуратуре на него имелся серьезный материал. Шмыкову дали понять, что он сядет в тюрьму. Сядет надолго. И серьезно начали раскачивать эту тему. Шауракс и Иванов тогда называли его врагом. И даже обещали посадить прилюдное, видимо, так неожиданно и зародилась дружба между Шаураксом и Шмыковым. Шмыков же вдруг стал ездить на охоту с Ивановым и Шаураксом. Они все вместе отмечали дни рождения, в общем, дружили семьями. А когда в город пришли долгожданные 500 миллионов рублей на ремонт ветхого жилья, вот уж тогда все наелись сполна. Ведь СИЕ УПГ активно крышевал с начальником областного полицейского главка Бородинын, ныне уже сбежавшим в Воронежскую область. Но и это еще не все дальше больше, ада. Да это вы серьезно? Этого Котлерову бедную пожалели, которую за руку поймали на крышевании коммерческих фирм. И никакой пользы для аппарата главы Екатеринбурга она и не приносила, ибо даже мозгов не хватило у барышни, чтобы тренники после лыжни переодеть ей в рабочий кабинет в чем-то более приличном прийти. Да и с начальником ее Анатолием Гагариным. Это на минуточку дипломерный философ, а по совместительству еще и заместитель главы Екатеринбурга теперь уже, слава богу, с приставкой «экс». Так вот, с ним уже во всю работают следователи СКР. В общем, вылетели оба. Да ну ладно. Ну, кроме как обосновать это весенним обострением, к сожалению, у нас как весна, так вот эти вот кликуши вылазят, что называется, как подснежники. Действительно ошибался. Нет у нас в стране никакой цензуры за пределами первого и второго каналов. Есть только банальное лизоблюдство людей, которые называют себя журналистами. Особенно местечковые. Для них действительно круто лизнуть мэра, чиновника, иметь хорошее отношение с местными слогами народа. Это для них действительно успех. Так вот такая вот ответочка от каменских чиновников. Ой, простите, независимых журналистов. А вот и помои от придворного администрации города Сайта. Почему Шауракса не мэр? Не вся администрация. Да потому что он обеспечил банкротство, взаимодействие с прокуратором по уголовному делу, инициирование возврата всех средств с Каменск и Стагила. Да и очернять и клеветать на главу города на фоне его работы, работы его команды с 2016 года, жителям бесполезно. Дела администрации настолько очевидно положительны. Динамика изменения Каменско-Уральского, его общественных пространств, работы всех служб и подразделений жизнеобеспечения однозначно на пользу горожан. Ну вы, блин, даете. Тогда я уж промолчу про развалившееся через год после строительства дороги и даже обшарпанное здание городской администрации, чего стоит. А команда главы города, о которой говорит Примерский, но это в смысле Примери, ресурс, сформировалась на рубеже 2011-2012 годов. Тогда Шмыков при поддержке Шуракса де-факто захватил сферу ЖКХ. Но попали они оба в немилость к прежнему мэру Михаилу Астахову. Астахов же молодым амбициозным чиновникам показал на дверь. Но не тут-то было. Вскоре Шмыков задружился с премьер-министром Свердловской области Денисом Паслером, а ныне в Рио губернатора Ужаренбургской области. Туда эмигрировал. И уехали тогда парни работать к Паслеру в Екатеринбург, чтобы вернуться победителями. Кстати, тогда все СМИ в Каменске были заточены под травлю Астахова. Благо, что травить было за что. Объективненько получилось. Вот вы и ваша команда. Есть у вас какой-то предел, после которого вы скажете, мы устали, мы ничего не сделаем, мы уходим? Зачастую приходится, извините, но подпинывать, крепко подпинывать. Исполнители, которые должны отвечать за эти дела. Именно поэтому ссылка Шмыкова-Шауракса в Екатеринбург не была столь долгой. А вот покровительство Паслера позволило бывшему заместителю по ЖКХ быстро избраться мэром. Шауракс же стал руководителем его аппарата. Что до Астахова, так его сейчас судят. Шесть лет как-никак светит. Ну а Шмыков с Шаураксом друзьями навеки стали. Сейчас они даже в одном доме живут. Вот эта часть дома принадлежит мэру, а в этой проживает Шауракс. Дом этот построил для них УКС Каменскстрой. Наверное, именно потому сия фирма и получает все самые жирные подряды и самые хорошие земельные участки в городе. Недавно тендер на капремонт старых домов она тоже выиграла. А тем временем жизнь Шмыкова-Шаураксом ключом забила. Праздники отмечают прямо в рабочем кабинете мэра. Ну а что далеко ходить-то? Ну а почему бы и нет? Здесь вам и полиция, и прокуратура, и МЧС даже. И все за одним столом. И те, кто проверять должен, и те, кого проверять должны. В общем, везде и во всем зеленый свет. Но Шаураксу, видимо, захотелось полной власти. И создал он в городской администрации целое подразделение, что прикрывает законам о местном самоуправлении, чтобы вы думали, строчит доносы на людей. Ко мне, к родителям, где я прописан, проживаю, пришел полицейский. И ведь он так попортил жизнь ни одному человеку. Ведь прежний начальник городской полиции Сергей Тонаныхин безропотно выполнял все распоряжения чиновников, прикрывая их от проверок и уголовных дел. Но заигрался бывший участковый. Вот и его имение в деревне Брод. Хорошие коттеджики и силикатного кирпича. Видим, комфортная недвижимость. И положение в обществе главной настолько вселили уверенность в себе, стражу порядка, что попутал он себя с главарем бандитской группировки. И погорел он на истории о пытках детей. Били подушкой, приносили удары рукой. В подушке было что-то жесткое, что приносило боль. Меня вывозили в лес, спрашивали, девочка я или нет, сплю я с мальчиками или нет, хочу ли я этого попробовать. А потом еще и пытки беременной женщины всплыли, и заказные дела всплыли, и крышевание чиновников. Как-никак. В общем-то, на Ныхина отодрали от кормушки и перевели в маленький городок Полевской, где, собственно говоря, и взять-то нечего. А новое начальство городской полиции... А что новое начальство? А новое начальство вдруг неожиданно отказалось исполнять прихоти Шуракса и его шестерок. Куда теперь денется целый отдел, что доносы писал? Так этого никто не знает. Под сокращение, наверное, пойдут. Ведь использованные резинотехнические изделия, их, как известно, всегда в мусор выкидывают. Но власти над одними только горожанами Шураксу показалось мало, и тогда он решил снова взять на крючок мэра Шмыкова и попросил он друга своего Андрея Баранова об услуге. Напомню, Баранов – это бывший работник АБЭПа и налоговой полиции. Была и такая структура в России, а сейчас это заместитель главы администрации Каменского городского округа, то есть муниципального образования, состоящего из деревень, окружающих Каменск-Уральский. Баранов просьбу Шуракса выполнил. Принес он к нам в редакции одну любопытную папку. В этой папке с надписью «Шмыков АВЭ» находится его биография из картотеки органов внутренних дел, связи с бизнес-структурами, список недвижимости, а самое главное – схемы обогащения. Но это еще не все. Часть документов была передана на флешки. Но Шмыков не понимает, что в его ближайшем окружении завелся стукач и доносчик. Заместитель главы администрации сливает в СМИ компромат на мэра, да не просто на мэра, а на друга своего. Вы подумайте, просто это каким же моральными качествами должен обладать человек? Но он еще пытается нас чем-то обвинить. Каменцев упорно кормит байками о некой ОПГ, состоящей из журналистов и депутатов. Те, кто воруют много и так далее, они сегодня руководят. Те, кто их обличают, они сегодня стали ОПГ. Но в таком случае, да, я лучше буду вот в этом ОПГ, который будет обличать коррупционеров и воров. И тех людей, которые не могут для людей сделать необходимого. По версии политтехнологов, каменских чиновников, именно через этого депутатах ЗАГСобрания некие олигархи финансируют ОПГ журналистов, что читают местные паблики, и кошмарят бедных чиновников типа Котлеровой, параллельно вымогая деньги у бизнесменов. Во-первых, видимо, местные местечковые придворные писаки не понимают технологию работы федеральных СМИ. Нам не до пабликов, серьезно. Приглашай на стажировку к нам в редакцию. Может быть, мозгов прибавится. Работать научитесь. А во-вторых, зачем нам вымогать деньги у коммерсантов, если у нас есть целый олигарх? Так где же деньги, Зина? Слушай, я, конечно, не думал, что у тебя в эфире можно смеяться, вполне серьезная передача. Но, тем не менее, что касается ОПГ, я вообще удивлен такому СМИ, если это даже можно назвать СМИ. Как бы там ни было, Акаминск-Уральский прощается с коррупционерами. За последнее время здесь произошло очень много изменений. Например, начальник полиции Тонаныхин, как я уже рассказывал, переведен в небольшой городок Полицкой. Руководитель городского следственного отдела СКР Подгорбунских ушел на повышение с понижением в Екатеринбург, где возглавил один из районных отделов. Вроде бы и город больше, а власти, как ни странно, никакой. Шоуракс, насколько нам известно, уже попрощался с коллегами и свалил за бугор. Пока вроде как в отпуск. А дальше, скорее всего, в Оренбург, куда переехала его крыша Денис Паслер. Мэр города Алексей Шмыков может покинуть свой пост уже после майских праздников. Пожелаем им всем удачи на новых местах, а городу нормальных управленцев, что разгребут остатки этого змеиного логова, ну то есть вычистят чиновничий аппарат. Я прощаюсь с вами. Студия работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» на канале Крик ТВ по субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам. Полную версию смотрите на канале Крик Ньюс. Краткую версию смотрите по субботам на канале Реальная журналистика. Звоните к нам в редакцию по телефону 8343-262-7937. Ищите нас в соцсетях, пишите письма, добавляйтесь в друзья, сообщайте новости. Увидимся через неделю.